Итак, дорогие друзья, всем привет, всем добрый день. Я в Ульяновске, в Ульяновске. Как дела? Как меня слышно? Как меня видно? Кто в эфире? Давайте сейчас всем доброе утро из Ульяновска. Так, ну что, очевидно, что сегодня урок никто не ждал, потому что в прямом эфире никого нет, но, но, те, кому повезло, повезло, Влад Косов смотрит и уже хорошо. Михаил Музыковский, привет. Яков Шатанин, отлично, Яков Шатанин. Я сегодня неожиданно вышел в эфир, уже завтра с Божьей помощью возвращаюсь в Тиев, и послезавтра будут прямые эфиры, потом я, правда, опять уезжаю, но буду стараться, буду стараться сделать график, чтобы все, все подготовить к тому, чтобы были уроки, чтобы были уроки, потому что Тора – это главное, это основа нашей жизни, основа нашей жизни. Как меня слышно по 10-бальной шкале, давайте скажем, как слышно, как видно. Сегодня один из моих самых любимых вообще отрывков в Мишли, вот вам сейчас расскажу вообще, один из самых любимых. Я тогда, помните, тот урок закончил, что вот со следующего урока будет одна из самых главных вещей, которая вообще, ну, для меня, можно сказать, главная. Главная вещь в Мишли и вообще даже, можно сказать, во всей Торе и во всей жизни. Вот в этом отрывке скрыта самая глубинная суть. Все, поэтому Яков, знаешь, что можно даже поделиться на мою страницу. Вот как бы мне поделиться на мою страницу, на личную страницу, да? Режимы видеотрансляции, прямой эфир, создание опроса, популярная маска – все не то. Как бы мне поделиться? Запросы гостей, на психологическом развлекательстве гостей – тоже не то. Ваши зрители, ваш комментарий – тоже не то. Ладно, хорошо, слышно хорошо, все, не знаю, как поделиться. Я бы хотел поделиться на своей странице, но, очевидно, мне это было надо сделать до того, как я выходил в эфир. Хорошо. Итак, значит, сегодня 23-й отрывок. 22-й отрывок был о том, как взять под контроль своего интеллекта и торы, взять под свой контроль свое тело и эмоции. Это говорилось о том, что мудрец, он побеждает город, он захватывает город, и он его прям надежную крепость ломает. Это имеется в виду, что человек, который знает, как все работает и управляет своим мышлением, хотя, казалось бы, интеллект, интеллект мышления – это очень слабая такая вещь, это виртуальная мысль. Они летают, на Луну полетела, в другой город полетела, сюда улетела, туда улетела. То есть, казалось бы, мысль человека – самая легкая вещь, но мудреца, он вот этой мыслью контролирует полностью и свое тело, и свои эмоции, и свою вечную жизнь. То есть, у него все идет через контроль мудрости. А вот 23-й отрывок, он говорит нам о том, как поставить свой интеллект под свой контроль. Вот это вот самая серьезная тема, которая только есть. Итак, значит, написано в 23-м отрывке так. Шумер пив выложено, шумер мицарот навшо. Тот, кто охраняет свой род, дословно, шумер, сохраняющий род его, выложено и язык его, шумер мицарот навшо, сохраняет от неприятностей свою душу. Что это значит? Вот, давайте рассмотрим, как происходит жизнь человека, любого человека. Все мы здесь по одной схеме построены. Лежит человек, спит, в момент сна он себя не осознает. Потом он переходит из состояния сна в состояние бодрствования. Еще он лежит в кровати, и у него включается внутренний диалог. Он говорит себе, ну, каждый говорит себе что-то свое, хочу спать, не хочу спать, надо вставать, не надо вставать, хочу сон досмотреть, не хочу сон досмотреть. То есть у каждого начинается внутренний диалог. Это то, что он говорит внутри себя. Это лошон, это язык его, да, на котором он разговаривает с собой. Теперь, что себе сказать? Что хочешь? У человека есть полнейший выбор, что сказать. И человек, который хочет управлять своей жизнью и своим мышлением, он начинает день, как написано в Шелханорухе, как написано, Алик Шалом, значит, написано в Шелханорухе так, что когда ты просыпаешься, нужно сказать, вот первые слова, ты еще лежишь в кровати, закрытыми глазами, и нужно сказать, Что такое вера? Вера – это свойство интеллекта, когда ты наделяешь какие-то идеи, наделяешь их силой. Вот человек говорит, я верю в то, что надо делать зарядку. Я верю в то, что надо там кушать, например, я не знаю, хлеб или еще что-то. То есть когда человек верит в какую-то идею, чем больше у него веры, тем сильнее, мощнее становится эта идея. И вот утром, когда ты просыпаешься, нужно сказать, что благодарен я тебе, что вернул ты в меня душу мою. То есть я и моя высшая душа – это разные вещи. Божественная душа – это как луч, это часть Бога. И она входит в человеке, и это реальная часть Бога, это как Бог в человеке. И вот ты в меня вернул эту душу мою, а я кто? Я – это тот, кто собирает вот эту картинку мира с помощью слов, с помощью слов и с помощью своей веры. И тогда ты говоришь, велика моя вера в тебя. То есть ты тогда Бога, а как мы знаем Бога? Бога мы знаем через Тору, через то, что Бог нам сообщил. И мы говорим, велика моя вера в тебя. То есть я своей верой, вот эти вот идеи Торы, я их удерживаю в своем интеллекте, пускай они руководят моими решениями в течение дня. Получается, что вначале человек разговаривает с собой. Потом он, вторая часть его жизни – это разговор с другими людьми. То есть внутри себя человек, он выбирает, что для него важно – это ценности. И наделяет эти ценности какой-то важностью. Один говорит, успех важен, там, успех важен. Другой говорит, успех не важен. Третий говорит, друзья важны. Четвертый говорит, друзья не важны. Один говорит, что самое главное – это что? Это Тора. То есть это ценности. А другой говорит, самое важное – это семья. То есть у каждого из нас есть внутри вот эти модули, что для нас важно. Называются ценности. Это человек своими словами когда-то сформировал вот эти ценности. Дальше у человека есть убеждение. Он убежден, он верит, что мир работает именно так. Например, что надо делать так, это важнее, чем другого. Вот я, например, убежден, что надо здороваться. Вот мне написала Цветана Гулер, что шалом. Я ей отвечаю шалом. Почему я в этом убежден? Я когда-то в Талмуде в трактате Брахот прочитал, что нельзя не ответить, когда тебе говорят шалом, то даже во время молитвы в определенных местах не можно, а нужно прерваться. Тем более во время урока. Поэтому Шишани Кац тоже доброго утра и хорошего дня. То есть я в это верю. Это убеждение, как надо действовать. Дальше у человека есть более мелкие принципы, как надо. Он тоже в это верит, но это все сформулировано не этими словами. Это принято словами от кого-то, обдумано и дальше живет внутри в подсознании в виде слов. Теперь дальше человек внутри себя, он придумывает себе какую цель и он ее фиксирует. Он говорит, моя цель это это. А другой говорит, а у меня нету цели, потому что. И вот человек своими словами выстраивает как бы свой внутренний мир. А дальше шумер пив вы лошоно. Мы учили тот, кто сохраняет свой язык. Это свой внутренний мир. И лошон, и род, когда он говорит с другими людьми, дальше начинается коммуникация с другими людьми. Чтобы достигнуть своей цели, необходимо вовлечь в них других людей. Вот сказал Наполеон, был такой Наполеон Ванапарт. Он говорил, что лидер это тот, кто может продать другим людям надежду. То есть лидер, он так должен расписать другим людям какую-то историю, что люди начинают за этой историей бежать, стремиться и так далее. То есть вторая часть жизни человека это его коммуникация с другими людьми. Первая часть коммуникация с собой. Вторая часть коммуникация с другими людьми. И поэтому нам сказал мудрейший из людей царь Соломон в 23 отрывке 21 главы, что тот, кто сохраняет свой род и свой язык, то есть имеется в виду и внутренний диалог, он его наблюдает за ним, и он фиксирует, и говорит только вещи полезные. А как узнать, что полезно, что вредно? Ты должен принять какую-то систему ценностей. Ты должен принять какую-то систему аксиом, на базе которой ты оцениваешь полезность. Так вот, тот, кто принял Тору, Шумер, Пиво, Лошино, он охраняет от сарот свою душу. Сарот неприятности, неприятности это, нефиш это животная душа, это тело. И вот, когда человек правильно выстраивает свое мышление и свои взаимоотношения с другими людьми, то он сохраняет от неприятностей, от сарот, это боль, страдания, свою душу, свое тело. Нефиш это животная душа. И это имеется в виду психосоматика. Психосоматика это все заболевания от нервов, говорят, да. Это, ну, страдания. Это страдания, разные страдания, да. Бывает, что у человека есть боль, а бывает есть страдания. Например, человек боится боли, которая может произойти потом, и он все это время страдает. Человек может страдать очень сильно, он волнуется, что с ним будет через день. Он волнуется, что о нем подумают люди. Это все страдания. Почему? А потому, что он не охраняет свой язык и свой рот. Потому что, чтобы заволноваться и переживать, что про меня скажут другие люди, мне надо внутри себя сказать, что про меня скажут другие люди. Мне нужно придать этому какую-то важность. Ну и так далее. То есть, этот человек, значит, он не охраняет свой рот и свой язык. Значит, он строит свою жизнь из неких неправильных элементов. В Талмуде, объясняется этот отрывок, очень есть одно место, такое очень красивое, в трактате Баба Мецея рассказывается о Раби Шиман-Бар-Юхай и его сын. Был такой Раби Шиман-Бар-Юхай, это от него пошла кабала, вот современная кабала, книга Зоар. И у него был сын Раби Элязар, сын Раби Шиман-Бар-Юхая. И Раби Элязар, он, там есть очень интересная история, как он увидел следователя. Тогда римляне властвовали в Израиле, захватили Израиль, и он видел следователя, еврея, которого назначили римляне. И он ему говорит следователю этому, а ты не боишься, что ты вот хватаешь не тех людей, и что ты посылаешь праведников на казнь, а римляне за все казнили. И злодеев, наоборот, отпускаешь. Этот говорит следователю, а что мне делать? Меня заставили. Все равно это кто-то будет делать, вот меня римляне заставили. Так говорили всегда те, которые шли на сделку с властями, они именно так говорили. Тогда Раби Элязар ему говорит, знаешь, говорит, я тебе сейчас дам знак, как определить злодея от праведника, как сразу понять, кто злодей. И ты тогда сможешь более точно определять, кто злодей. Он говорит, да, интересно. Он говорит, когда ты зайди днем, вот где-то в 12 дня, в час дня, в обед, зайди в кафе и посмотри, кто там сидит. Если сидит там человек со стаканом вина и дремлет, значит, надо спросить, кто он. То есть это уже признак, если человек пьет вино и днем в обед он сидит в кафе и дремлет, значит, что-то здесь есть. Спроси, кто он. Если он мудрец Торы, значит, он всю ночь учился, а сейчас он празднует, что он какую-то великую мудрость понял. Интересно, что, очевидно, там раньше так было. Теперь дальше. А может быть, если он рабочий, который у него ночная работа, тебе тоже об этом скажут, люди знают. Но если он не рабочий, не мудрец Торы, значит, он, скорее всего, ночью кого-то грабил. И сейчас он сидит, бухает в кафе, значит, это уже знак, что надо тут провести расследование и, возможно, он какой-то злодей. Этому понравилось следователю. Он начал так ходить по кафе и вычислять преступные элементы. И пошла, значит, о нем слава, как о самом крутом следователе. И узнали, кто эту идею ему дал. Его тоже, раби Элязара, сына раби Шимона, его вызвали и говорят, ты эту идею придумал, ты будешь следователем. Он говорит, ну ладно, говорит, хорошо. И он начал ходить, проводить расследование. На него другие мудрецы очень начали за это возмущаться. Они ему говорят, как же ты берешь и посылаешь сынов народа Израиля на смерть, значит, было так, что евреи живут по закону Торы. И по закону Торы, чтобы кого-то послать на смерть, должно быть два свидетеля. Это предупреждение перед преступлением, чтобы ему сказали, что если ты это сделаешь, тебе будет смертная касть. И он должен сказать свидетелям, да, мне все равно, все ваши законы сделать. Они должны это вдвоем увидеть. Там целая история. А римляне казнили побыстрее, просто так, на всякий случай. И ему говорят, другие мудрецы, как же ты можешь брать преступников-евреев и посылать их на римский суд, который казнит вот так вот быстро. Он говорит, я, говорит, вытаскиваю колючки из виноградника. То есть это как сорняки выпалываю. Ему говорят, это не твой виноградник. Это не твой виноградник. Придет хозяин виноградника, бог, и он сам разберется со своим виноградником, а ты не имеешь права это делать. Но раби Лазар, сын раби Шмона, он не послушал. И продолжал он, продолжал он, значит, работать следователем. А было там интересно, что когда мудрец, сын раби Атива, ему послал вот это письмо, о котором я только что рассказал, с предостережением. Он его в начале письма назвал «Уксус сын вина», так он написал ему. «Уксус сын вина», он его назвал, имеется в виду, что его папа, раби Шимон Барюхай, был вино, а он уксус, тише вино. Но он ответил ему на его письмо, значит, и не обиделся. И вот он идет по улице, написано дальше в Талмуде, и навстречу идет ему какой-то человек, прачечник. То ли у него прачечная была, то ли написано «чек прачечник». И этот прачечник ему говорит, о, говорит, пошел Уксус сын вина. Он говорит, о, говорит, из того, что ты такой, такой ты наглец, а все-таки раби Лазар, сын раби Шимона, он был великим мудрец в возрасте. И он ему говорит, этому прачечнику, из того, что ты такой наглец, видно, что ты, скорее всего, преступник. И говорит римским солдатам, а ну-ка схватите его. Он разгневался в этот момент. Значит, того схватили, отвели в тюрьму. И тут, значит, раби Лазар, сын раби Шимона через какое-то время успокоился и подумал, что, может быть, он сделал что-то не то. И он пошел в тюрьму, чтобы освободить этого прачечника. Приходит, а прачечника повесили. Он висит уже, римляне думают, что он тюрьму будет занимать. И взяли его, повесили. Значит, висит этот прачечник, подходит раби Лазар, сын раби Шимона, и он начал плакать. И, стоя под этим повешенным, он говорил как раз этот пасук, этот отрывок из Мишли. Он говорил, о, говорит, шумер пиво лошино, шумер мицарот навшо. Тот, кто охраняет свой рот и свой язык, охраняет от неприятности свою душу. Плакал он и, значит, и переживал. Комментаторы говорят, что то, что он сказал, относилось, и он и себе это говорил. Потому что, если бы он не разгневался и не подумал, что тот преступник, и не сказал римлянам его схватить, то тогда его бы не казнили. Но он это имел в виду и прачечнику повешенному. Что если бы он не обозвал его уксус сын вина, то не было бы всей этой истории. То есть, вот эти вот слова, выражения, обидные слова, гнев, который выходит как следствие слов. Это все, это все как раз следствие того, что человек не сохраняет свой рот и свой язык. Что он говорит негативные вещи, которые потом ему вредят, ну и так далее. Он стоит и плачет под этим повешенным. И тут подходят его ученики, говорят ему, рэбэ, не надо плакать, говорит. Это же известный всем преступник. Он в Йом-Кипур вместе со своим сыном, девушку, невесту перед свадьбой вдвоем изнасиловали. А за это смертная казнь по всем показателям. И даже это самое, ну то есть, она была в статусе замужняя женщина, невеста, они с сыном, все. И он в этот момент начал смеяться, написано, и хлопать себя по животу и говорит. О, говорит, живот мой живот. Вот, если даже когда я сомневался, у меня было сомнение, но оказалось, что я прав, так когда я не сомневаюсь, и я как следователь провожу расследование и сужу преступников, значит, тем более я могу себе доверять. И тут мы видим опять же, что и тот, кто ему написал письмо, был прав. Потому что тот ему написал, сын Раби Акива, он ему написал, тебе не надо туда лезть, потому что придет хозяин виноградника, то есть Бог, и разберется. Все злодеи будут наказаны. Это несомненно, это доказывает история, это доказывает жизнь каждого из нас. Зло всегда наказано. Поэтому и тот был прав. Но Раби Лазар, сын Раби Шимона, он чуть-чуть порадовался, потом написано, он опять начал сомневаться, а вдруг он все-таки кого-то, вдруг он согрешил. Там дальше целая история, как он себя проверял. Очень интересно. Это седьмая глава в трактате Баба Мецея, есть такой трактат Талмуда. Седьмая глава, там рассказывается вся его история, его жизни. Раби Лазар, сын Раби Шимон Варюха. Теперь, что нам здесь еще раз, давайте повторим. 23-й отрывок звучит так. Тот, кто охраняет свой род и свой язык, то есть свой внутренний диалог и свой внешний диалог, то есть что значит охранять? Это значит не говорить зла. Останови свой язык от зла и свои уста от того, чтобы искажать реальность. Это царь Давид говорил. Нам в Пертьевод каждая, почти там вторая мишна, говорит, говори мало, делай много, сказал Раби Шамай. Это сказал Шамай. Шимон, сын Рабан Гамлиэля, он говорил, что «Всю свою жизнь я рос между мудрецов, выло мацателя гуфтов, миштяка, и ничего я не нашел для тела лучше, чем молчание. Выло амидраш уайкар, не исследование этой основы, а массы, а дело. Выколя марбебы дворим, каждый, кто много говорит, умножает в словах, мы вихает, он приводит к греху». То есть рано или поздно он где-то ошибется, где-то обманет, кого-то обидит, сделает что-то не то. Поэтому лучше всего минимум слов, максимум действий, хороших действий, правильных действий. И, значит, тогда мы выполним то, что нам советовал царь Соломон, и сохраним от страданий свою душу. То есть страдания человек приносит себе сам с помощью своего, первое, неправильное мышление, второе, неправильный разговор. И как только вам обидно внутри, значит, вы себе какую-то такую историю рассказали, что вам обидно. Как только кто-то на вас обижается, или там вы с тем-то ругаетесь, это значит, что форма вашего разговора такова, что она вызывает и у вас, и у другого такую эмоциональную реакцию. Поменяйте слова, поменяйте слова, поменяйте выражения, поменяйте акценты, поменяйте описание ситуации. Понятно, да? Потому что реальности как таковой нет. Есть описание реальности, есть наша история, не наша история, вот я даже сейчас сказал, наша история. У нас нет нашей истории, каждый живет в своей истории. Есть история каждого из нас, в которой человек живет. И в этой истории есть какое-то прошлое, в котором он варится, какое-то будущее, в котором он варится. То есть, очень важно это контролировать свой язык, свои слова. Теперь, следующий, следующий, 24-й отрывок, он говорит так, что «зад яир летс шмо, осебе врат задон». Значит, очень все сложные слова, очень слова прямо, ну, опять же, это уже следствие, но 23-й отрывок, 21-й главы, запомните, прямо его нужно написать везде, сохраняющий свой внутренний диалог и внешний диалог, сохраняет от страданий свою душу. Причина всех страданий в жизни каждого из нас, это вот этот вот внутренний и внешний диалог. Теперь, 24-й отрывок говорит о том, конкретно, как мы себе вредим. Говорится так, что «надменный злодей», вот такой перевод, «кощунствующий имя ему». То есть, «зет яир», «зет» это тот, кто делает безадон, то есть, злонамеренный. «Яир» это гордый. «Летшмо» имя ему, «насмешник», ну, здесь переводят «кощунствующий», но «насмешник» это тот, который над всем насмехается. И дальше «осе бе врат задон». И он делает свои преступления, он делает свои преступления осознанно. Что это значит? Есть люди, которые живут в совершенно искаженной картине мира, где они поставили зло на первое место. Это происходит, ну, смотрите, вот мне вчера рассказывали про одного парня, и про него говорили так. Он в Бога верит, но он не верит, что там надо соблюдать какие-то заповеди. Я говорю, отлично, есть надежда. То есть, если он не отрицает саму основу, что есть Бог добрый, любовь, свет, добро и так далее, и он просто сомневается в путях служения Богу, значит, через какое-то время он поймет, что в любом случае этот мир структурирован. А раз мир структурирован, и есть все идет в этом мире по схемам, по алгоритмам, по каким-то процессам и процедурам, значит, должна быть и процесс, и процедура служения Богу. То есть, если я люблю, там, свою жену, то я должен ей подарить цветы, сказать ей доброе слово, здрасте, улыбнуться. То есть, везде есть алгоритмы, процедуры, схемы. Поэтому человек, который верит в Бога в основе своей и включает голову, то он рано или поздно поймет, что есть схема и служение Богу. И заповеди нужны, несомненно, они нужны, и запреты нужны, и заповеди нужны, и все, что мудрецы сказали, надо соблюдать. Теперь, но если человек, он в основе своей, он искривил реальность, и он говорит, что Бога нет, добра нет, любви нет, зло, там, джунгли. Такое какое-то, ну, есть много извращенцев, атеистов разных, я их называю, извращенцы. То есть, они, каждый извращается, как хочет, они верят, они самые такие фанатики, фанатично верующие люди, которые верят в бред, ну, с моей точки зрения. Теперь, значит, если они при этом гордецы, и они насмешники, то шансов к нему пробиться нет. Прямо даже нам в Агаде Пасхально говорится, что вот этому сыну-злодею даже ему отвечать не надо. Написано, выбей ему зубы, и, значит, и скажи другим сыновьям, вот, его бы Бог не вывел из Египта. То есть, с такими людьми, если он злодей, это он идет против Бога. Второе, если он еще и гордец, которым считает себя выше других людей, если он еще и насмешник, который нападает на мнение других людей, умеет над ними насмехаться, значит, все, такого надо выбить зубы, вычеркнуть из общества людей, и Бог с ним разберется, потому что, ну, потому что Бог и таких любит, но, конечно, это тяжело. Значит, это самая тяжелая стадия людей, которые идут против Бога. Надменный злодей, насмешник и грешит осознанно, да. Дай Бог, чтобы мы таких людей не встречали, пускай они, как, знаете, как паути в банке, пускай они встречаются друг с другом, съедают друг друга, живут в своем таком злодейском паучином мире, и, значит, борются за, за что они борются? Обычно они борются за деньги, за славу, за признание, и, ну, в общем, пускай. Есть 25-й отрывок, последний сегодня, он о другом типе грешников, который более распространен. Называется этот тип грешников ленивец. Ленивец – это Ацель, это тот человек, который, он знает правду, он знает, что нужно работать, что нужно служить Богу, что надо соблюдать заповеди, он все это знает, но он ленится. И вот про такого говорится. Таават Ацель Тамитену, что вожделение ленивца, они его убивают. Ти мэану ядавлясот, потому что отказывается его руте делать. Значит, есть такие люди, которые, они не могут победить свои вожделения своего тела. То есть, они не могут победить вот эту свою ецерара, я это называю внутренняя корова. То есть, у них вот этот вот мозг млекопитающего, да, который именно волнует только получать удовольствие, есть вкусно, там, размножаться и так далее. То есть, это внутренняя корова, я это называю. Есть люди, которые не могут ее победить, и они, вся их жизнь проходит в следовании вот этим сиюминутным желаниям, вожделениям. Надо поработать? Не, не могу. Рути не поднимаются, устал. Надо помолиться? Не могу. Надо поучиться? Не могу. Надо то? Ничего не могу. Потом, вот конфетка, как собака такая взлетает и прыгает за этой конфеткой, как этот, как тигр дрессированный, да, конфетку схватил, в кино побежал, там, в ресторане обожрался, все. А ты ж только что не мог, ты ж только что усталый такой был. О, нет, ну это другое. Это как по удовольствию пополучать, это я всегда могу. Вот это называется ленивец, и его, вот этого ленивца, то вот, вожделение, они его убивают. Почему они его убивают? Вожделение есть у всех людей одинаково, то есть, все люди хотят вкусную, корова внутренняя есть внутри у всех, только человек работящий, он, а, еще раз, про желание коровы, значит, есть, называется это пирамида Маслоу, был такой Абрам Маслоу, психолог, он, значит, сказал, что вначале все люди хотят удовлетворения своих физиологических потребностей, еда, питье, сон и так далее, то есть, физиология. И все люди одинаковые, все хотят. Дальше идет, на втором этапе идет удовлетворение, потребность безопасности, жилье, безопасность, ну, то есть, это вторая, стабильность, вот эта стабильность, это потребность второго уровня, чтобы все не менялось, чтобы знать, что будет, это кажется мозгу более безопасным. Третья потребность, это коммуникация, люди хотят быть частью какой-то толпы. Почему так устроен человек, ему человек стадное животное. Четвертый уровень, это в стаде выбиться, быть самым крутым, это потребность в почете, в признании, в славе, быть уникальным, и здесь, кстати, они идут в противоречие с потребностью быть в стаде, а тут быть уникальным, то есть, выйти из этой толпы. Ну, есть и то, и другое у человека. И, значит, последняя, самая высшая потребность, это самоактуализация, это уже уровень духовности, а кто я, а что я, а зачем я. То есть, когда человек удовлетворил все твои потребности, он хочет подняться на более высокий уровень, и уже давать миру, давать людям, расти дальше и так далее. Это вот пирамида потребностей масло. Так вот, у ленивца все это есть, у того, кто не сумел победить свою корову и поставить ее под контроль интеллекта. И у человека, который работяга, у него это есть. Только работяга, он свои потребности удовлетворяет через работу, то есть, он работает, работает, пашет, то есть, он заставляет эту корову работать, чтобы получить удовольствие отложенное. А ленивец, он получает удовольствие моментальное, не делая. Понятно, да, идея? Но если бы ленивец и не хотел ничего более высокого уровня, было бы все отлично. Он был бы тогда не ленивец, а буддист. Он был бы как раз очень круто, то есть, хочу то, что имею, и раствориться в этом вот том, что имеешь, кайфовать. Но большинство ленивцев, они хотят потребности следующего уровня, и у них создается внутри вот этот вот разрыв между тем, что имею, и тем, что хочу. И этот разрыв их убивает, потому что они из-за этого расстраиваются. У них начинается плохая психосоматика, они ругаются друг с другом и с другими людьми. И у них из-за того, что они хотят то, чего не имеют, а работать они не умеют и не хотят, то тогда получается, что он находится на нижнем уровне и страдает. Понятно. Вот об этом сказал нам царь Соломон, что вожделение ленивца убивает его, потому что руки его отказываются работать. Он не сумел заставить свои руки работать. В общем, все. На сегодня у нас было два, три отрывка, очень такие, такие прям фундаментальные. Давайте подведем итог. Давайте подведем итог. Значит, первое, что мы поняли, что вся соль, где во внутреннем разговоре, во внутреннем диалоге. То есть то, что человек говорит, слова – это основа мышления, основа жизни, основа эмоций, основа всего. Первое – это слова. И, значит, нужно поставить их под свой осознанный контроль. И лучше меньше, лучше никаких негативных слов, никаких ругательств, никаких разрушающих слов, никаких. Только добро, свет, позитив по отношению к себе, к миру, к людям и так далее. Второе, что мы изучили, что есть злодеи, которые живут по другую сторону добра. Значит, они себя, естественно, сами уничтожат, потому что зло внутри, оно уничтожает. И оно, особенно если они входят в контакт друг с другом, они сами друг друга съедают, как паути в банке. И третье, что мы изучили, что надо работать, надо заставить свою корову работать и быть ленивым очень плохо, потому что… Почему? Потому что вожделение ленивцы, они его убивают. Все, друзья. Поэтому начинаем работать. Первое – заставьте себя написать три вывода. Хотя бы один вывод заставьте себя написать. Обдумайте еще раз то, что вы поняли, и для себя сделайте вывод. Сформулируйте для себя. Вот это как раз тот внутренний диалог, который вы формируете для будущего. Сформулируйте свой вывод из того, что вы услышали. И этот вывод, пускай будет вашими словами, запомните его, расскажите его, напишите его. Пускай этот вывод – это мыслительная формулировка. Да, вот для меня эта фраза – Когда я говорю на иврите, у меня там только сильные формулировки. Когда-то я их запомнил, и у меня, если взять вот меня, который говорит на иврите, та личность, там только вообще. Я очень доволен собой тем. А на русском мне надо запомнить – Сохраняющий свой язык и свой рот сохраняет от страданий свою душу. Запомните это. Запомните, и пускай в момент, когда вы будете что-то не то говорить, Пускай эта фраза вас остановит, и вы будете говорить только добро. И я вам желаю здоровья, света, гармонии, богатства, Физического, эмоционального, духовного роста и развития. И чтобы Бог вам дал благословение, удачи во всех хороших делах. Все, и вы, чтобы передавали это своим семьям, близким, людям вокруг. Божественный свет и всего хорошего. Все, удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok